Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этого дня. В эфире выпуск новостей на телеканале Катунь-24 в студии Гурматаев. Вначале расскажу о главном. Алтайская делегация во главе с Виктором Томенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Какие задачи намерены решить? Три миллиона россиян смогут бесплатно обучиться по программе непрерывного образования. Что это такое? Как это направление развивают в нашем регионе? Барновольская второклассница стала победительницей международного этапа конкурса «Одаренные дети». С юной художницей встретились мои коллеги. Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко сегодня и завтра принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Рабочая программа насыщенная. Правительство региона уже подписало соглашение с сибирской генерирующей компанией. Впереди ДОП-соглашение с правительством Ямала-Ненинского автономного округа. Также в планах соглашение сотрудничества с компанией БТК «Холдинг» и предприятием «Меланжист Алтая». Реализацию нацпроектов обсудят на заседании консультативной комиссии Госсовета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Завтра состоятся деловые встречи с руководителем группы Черкизова Сергеем Михайловым и представителями германо-российского внешнеторговой палаты. В пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин. Подробный материал о мероприятии смотрите в нашем эфире завтра. 3 миллиарда рублей правительство России направит на гранты для вузов на программы непрерывного образования. Это часть проекта «Новые возможности для каждого», который входит в нацпроект образования. Так что за возможности он открывает и как работа организована в нашем регионе, узнал Глеб Полянский. Понятие непрерывного образования возникло еще в 20 веке. Считается, что термин впервые упомянут в 1968 году в материалах Генеральной конференции ЮНЕСКО. Уже тогда прозвучала мысль, что одного высшего образования на всю жизнь недостаточно. Технический прогресс ускорился настолько, что вузы едва успевают подстраиваться под новые требования рынка труда. Чтобы прервать эту тенденцию, и был создан новый федеральный проект. Он предполагает создание огромной такой базы различных образовательных программ, которые можно пройти в том числе дистанционно. Именно под эту задачу формирование новых, востребованных на рынке дистанционных образовательных программ и будет распределено 3 миллиарда рублей среди вузов. Мы уверены, что и вузы Алтайского края образовательные программы, которые реализуются в наших университетах, также получат поддержку федерального центра. За счет грантов создадут библиотеку сервисов с информацией о программах непрерывного профобразования в вузах. В университетах Алтайского края уже работают более 500 подобных программ. По этим направлениям обучаются около 21,5 тысячи человек. В классическом университете есть база создания контента для дистанционного образования. Следующий шаг – перейти на новый технологический уровень. На эти цели и направят средства в случае, если вуз получит грант. Для создания новой студии звукозаписи, которая бы позволила увеличить тот контент, который мы сегодня имеем. Ну и, безусловно, это совершенствование нашей информационной системы, с тем, чтобы пользователям была удобна и доступна, понятна навигация нашего сайта, с тем, чтобы он свободно мог ориентироваться в электронной образовательной среде, повышая свою квалификацию. В рамках проекта подготовят 30 тысяч педагогов. К 2024 году не меньше 15 миллионов человек в России получат возможность выстраивать собственную образовательную траекторию в любом возрасте и в любое время. Три миллиона человек смогут учиться по программам непрерывного образования абсолютно бесплатно, благодаря бюджетному финансированию. Сейчас на это, как правило, тратятся или свои средства, или деньги работодателя. Вузы на грантовые средства смогут обновить оборудование, чтобы соответствовать высоким требованиям современности. И деньги, они должны быть направлены, прежде всего, если мы говорим о образовании, на совершенствование материально-технической базы. Все равно нужны серьезные материальные вложения в качественное образование. В компьютерную базу, если мы говорим, о электронном обучении. В станочный парк, если мы говорим с вами о подготовке по профессиям рабочим. В конкурсе на получение гранта смогут участвовать все учреждения высшего образования, кроме казенных. Претендовать на грант может ВУЗ, у которого нет никаких финансовых задолженностей. Об остальных критериях отбора станет известно в ближайшее время. О начале конкурса Министерство науки и высшего образования объявит на своем официальном сайте. Глеб Полянский, Антон Червяков, Михаил Лифуншан, Роман Хайрулин. Новости. Будущее Барнаульского аэропорта обсудили сегодня парламентарии. Аэровокзал собираются реконструировать в ближайшие два года. Евгения Князева расскажет подробности. Этот аэропорт построили 82 года назад. Сначала Барнаульский аэровокзал обслуживал только внутренние рейсы. В 95-м стал международным. Он ежедневно принимает до 500 тысяч пассажиров. С годами разместиться на площади 400 квадратных метров стало труднее. Износилась взлетно-посадочная полоса. Стало ясно, воздушный порт остро нуждается в реконструкции. Справедливые нарекания у пассажиров, что тот комфорт, который они ожидают при пользовании воздушным транспортом, мы в полной мере, допустим, при этих трехсных ситуациях не можем обеспечить. И в то же время требует скорейшего, допустим, перевооружения и доработки. Зона международного вылета – это и отправление багажа, и получение багажа, поскольку достаточно сложно вылететь и получить багаж. Транспортерная лента сейчас не оборудована. По приблизительным подсчетам на реконструкцию нужно около 3 миллиардов рублей. Планируется, что этих денег хватит, чтобы построить терминал для внутреннего сообщения площадью 8 тысяч квадратных метров. В старом здании сделают международный терминал. Также нужно капитально отремонтировать и взлетную полосу. Взлетно-посадочная полоса является собственностью федерации. Даже Крайс не захочет, он в этом не поможет. Он может помочь в организационных вопросах, порешать с федеральными структурами принятие решения о проведении реконструкции взлетно-посадочной полосы. Средств по предварительным расчетам, которые сделало научно- исследовательское предприятие, проводившее исследование состояния взлетно-посадочной полосы и представившее акт буквально неделю назад, по предварительным расчетам миллиард девятьсот надо. Новое здание аэровокзала введут в эксплуатацию не ранее, чем через пять лет. Почти год уйдет только на проектирование. Остальные четыре – на строительство. Зато центральную часть взлетно-посадочной полосы планируют привести в порядок к 2023 году. Евгения Князева, Сергей Балуев. Новости. Уголовное дело о резонансном убийстве Михаила Седова в Барнауле направлено в суд. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Барнаула. Напомню, ЧП произошло осенью прошлого года. По данным следствия, обвиняемые пришли в гаражно-строительный кооператив, чтобы найти дорогой автомобиль, угнать и продать его. Когда увидели машину барнаульца Сергея Седова, нанесли несколько ударов металлическими монтажками. В ходе следствия обвиняемые вину не признали. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерская, где причинили не менее пяти ножевых ранений, от которых тот скончался на месте происшествия. Сокрыв тело потерпевшего в лесном массиве и забрав находившиеся при нем наличные денежные средства, мужчины с места преступления скрылись. 24 октября прошлого года обвиняемых задержали. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бийские школьницы заставили девушку пить из лужи. Без процесса издевательства снимался на телефон. Видео попало в сеть. По предварительной версии, две школьницы из Бийска заставили пить девочку из лужи из-за мальчика. Причиной стало то, что пострадавшая вместе с бойфрендом одной из обидчиц были замечены вместе на одной из вечеринок. В итоге пострадавшая была поставлена перед выбором. Пьешь воду из лужи или будешь жестоко избита. Девочка выбрала первый вариант. Ситуацию прокомментировал уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева. Пострадавшая девушка находится под наблюдением медиков. Кроме того, подростку будет оказана психологическая помощь. Девушки, допустившие унижение достоинства своей знакомой, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики. Хорошо закончили учебный год, характеризовались положительно. Совместно с председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бийска проработан план дальнейших действий. С девушками уже проводится ведомственная индивидуальная профилактическая работа специалистами системы образования и сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних. Готовится предложение по разработке межведомственной воспитательной работы. В данном случае целесообразно применять восстановительные технологии, которые получили широкое распространение в регионе. Сегодня телеканал Катунь-24 отмечает десятилетие. Десять лет назад аудитория канала составляла всего 600 тысяч человек. Сегодня 70% жителей края видят программы К-24. Также канал смотрят и в других регионах абоненты спутникового пакета телекарта. Эта аудитория превышает 3 миллиона человек. Телеканал Катунь-24 создавался в то время, когда стало понятно. Жители региона хотят смотреть новости о том, что происходит рядом с ними, а федеральные каналы удовлетворить эту потребность в несостоянии. Сегодня Катунь-24 производит полноценную телевизионную линейку. Новостные программы, выпуски утреннего канала, программы о политике и экономике, а также детские телепередачи. В ноябре телеканал начнет вещание в мультиплексе на канале ОТР. На радиостанции Катунь-ФМ стартует новый сезон проекта «Читаем Шукшина». Он посвящен 90-летию со дня рождения писателя, актера и режиссера. Нашего знаменитого земляка Василия Макарыча Шукшина. В студии на записи программы побывала наша съемочная группа. «Главная сила на земле – разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто. За этой простотой люди за три девять земель ходят и ее добывают всей жизнью». Этот отрывок из рассказа «Завидую тебе» министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина выбрала сама. Она считает, что творчество Шукшина не теряет актуальности по сей день. «Как он гордился своей Родиной, как он ценил людей, которые живут рядом с ним. И мы сегодня, современники, которые живем очень в динамичном мире, которые уже, наверное, растеряли какие-то ценности из погони за чем-то важным и значимым, перестаем задавать себе вопрос «Кто я? Зачем я пришел на эту землю? Что я могу полезного сделать?». А вот Шукшин, он каждым рассказом призывает именно к этому. Студию радиостанции посетят известные в Алтайском крае политики, экономисты, общественники, деятели культуры и спортсмены. Каждый из них прочтет любимые отрывки из произведений писателя. Всего запланировано более 20 выпусков программы. «Если на 85-летие Шукшина мы брали из больших романов, Любавины, например, то здесь мы решили обратиться к раннему Шукшину. То есть все-все-все отрывочки из рассказов именно из ранних рассказов Шукшина». Новый сезон проекта «Читаем Шукшина» уже в ротации радио Катунь-ФМ. Отрывки из литературного наследия Василия Макаровича можно послушать в эфире в течение двух месяцев до 90-летнего юбилея писателя. Традиционный всероссийский фестиваль «Шукшинские дни» на Алтае пройдет с 23 по 27 июля. Глеб Поленский, Анатолий Фукс, новости. В свои 8 лет Елизавета Малютина пишет картины. Барнаульская второклассница стала победительницей международного этапа конкурса «Одаренные дети». О своем творчестве она рассказала моей коллеге Анне Муратовой. «Здравствуйте, меня зовут Юлия Никитюк. Я художница, которая проживает в городе Барнауле Алтайского края. Вы увидите мой город, посмотрев на мои картины. Я рисую не только городской пейзаж, но и природную, тюрьморты и модерны». Нет, Елизавета не забыла собственное имя, а лишь на время примерила образ любимой алтайской художницы Юлии Никитюк. Хочет быть похожей на своего кумира. Любовь к творчеству у Елизаветы возникла, как говорится, с первого взгляда, брошенного на картину шаманка. «Девушка такая вот, она так танцует, и она вся в перышках, прическа красивая, вся такая красивая, танцует ночью в лесу. Такое ощущение, будто я в этом мире, и я вместе с шаманкой танцую». Как шаманка в лесу Елизавета чувствует себя такой же свободной, но в творчестве, и смело примеряет разные роли. «Один кружок – 12, рисование типа там в 11, в 10. Я хожу на фигурное катание, на плавание, на вокал, на декоративно-прикладное искусство, на уроки фортепиано». Многозадачность не испугала Елизавету и в этот раз. На конкурсе «Одаренные дети» нужно было показать себя в самых разных сферах, написать эссе, сказку, подготовить доклад и презентовать жюри лучшие свои картины. И справилась на отлично. Заняла первое место в номинации «Успех моей будущей профессии». Помог, как обычно, не только талант, но и поддержка мамы. «Мне кажется, что чем больше ребенок пробует, тем больше шансов в будущем у него выбрать любимую профессию». Мама девочки Елена Малютина помогает преуспеть во всем не только своей дочери. Как организатор регионального этапа конкурса подготовила четырех финалистов к победе уже на международном уровне. «Прелесть этого форума в том, что он именно профориентационный. И ребенок с первого класса может пробовать себя в разных сферах, в разных профессиях. В итоге к 11-му классу он подходит уже, попробовав здесь немножко, здесь-здесь и определившись. То есть, собственно, цель в этом и состоит – помочь детям определиться в выборе будущей профессии». В следующем году Елизавета поедет на международный конкурс «Одаренные дети» вновь и заявит себя уже не как художника, а в роли начинающего фотографа. Анна Муратова, Денис Кузьменко, Новости. Одно из самых распространенных летних развлечений – шашлыки на свежем воздухе выходные. Как не оброчить свой отдых на природе и не нарваться на штраф по время пикника? Смотрите далее. Лето – время традиционных вылазок на природу. Но перед пикником нужно проверить, где и как готовить мясо на мангале, чтобы не нарушить закон. В федеральном законодательстве нет прямых указаний, где можно, а где нельзя жарить шашлыки. Термина «мангал» также нет. Есть лишь общие запреты, касающиеся разведения костров. В частности, разводить любой огонь в лесу запрещается в период высокой пожароопасности. Обычно в это время налагается запрет на посещение леса. Но и в другие дни необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается разводить костры в местах, где есть хвойный молодняк, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Если все эти нарушения совершены в лесопарковом зелёном поясе, это как раз вот близлежащие леса в черте города Барнаула, излюбленное место граждан для пикников, там уже значительно возрастают штрафы. Сумма награждена 4 до 5 тысяч рублей. Идеальный вариант – воспользоваться уже подготовленными беседками, которые в целях пожарной безопасности создают сами лесоводы именно в тех местах, где чаще всего останавливаются на отдых. Такие беседки можно встретить и в Барнауле вдоль летночного бора. Впрочем, идеальную площадку для шашлыка можно организовать и самостоятельно. Главное – правильно подготовить место для мангала или костра. Самостоятельно, если куда-то на природу выезжаете, если позволяют условия, то природные, опять же, надо до минерального слоя убрать всю подстилку, то есть горючие материалы в радиусе двух метров, в зависимости от того, если вы с мангалом работаете, то хватит двух метров. Если вы с костром работаете, то вокруг кострища у вас должна быть минполоса тоже, ну, хотя бы в радиусе полутора-двух метров. Просто очищаем территорию от травы и веток, то есть всего того, что горит, и обязательно держим рядом емкость с водой. Удачных выходных, и пусть ваш отдых ничего не омрачает. Константин Ганов, новости. Кстати, в ближайшие дни устроить шашлыки на свежем воздухе вряд ли получится. В регионе ожидается ухудшение погоды. По данным открытых метеоисточников, в западных и южных районах края местами дожди. Местами сильные также грозы и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В непогоду соблюдайте необходимые меры безопасности. А на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Егор Матаев. Увидимся в эфире завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова